Глава Одинцовского района Андрей Иванов и министр строительства Московской области Сергей Пахомов привезли на стройплощадку высоких жаворонков руководителей сразу двух крупных компаний, готовых достраивать проблемный объект. Основным инвестором будет выступать фирма СУ-22, ответственный застройщик, хорошо зарекомендовавший себя в регионе. За 40-летнюю историю предприятия ни один его дольщик не пострадал. Мы сейчас заканчиваем юридическое оформление всех необходимых документов для того, чтобы Александр Иванович мог зайти и начать непосредственно строительство. Мы ориентировочно сейчас установили для себя 30 марта, дату начала уже строительно-монтажных работ. И первые, не первые, а четыре корпуса, которые мы здесь видим с вами, находятся в высокой стадии готовности, мы планируем сдать до конца этого года. В ходе общения с дольщиками глава района Андрей Иванов особо отметил, что есть и четкое понимание того, как достраивать социальные объекты – школу, поликлинику, детские сады. По договоренности с Министерством строительного комплекса социальные объекты мы будем достраивать за бюджетные деньги. Это обременение не перейдет на инвесторов, поэтому все силы две компании бросят на достройку как раз жилья, корпусов и подведение коммунальных систем. Что касается социалки, то эту нагрузку мы возьмем на бюджет и будем в ближайшее время ставить также в государственную программу и параллельно с строительством и вводом жилья выйдем на стройку по социальным объектам. Часть корпусов в высоких жаворонках готова более чем на 60%. Одна из основных задач сегодня – даже не само строительство. Главное – грамотно проработать вопрос с инженерными коммуникациями. Тепло, водоснабжение, канализование. Конечно, экономика проекта выглядит не блестяще, но и безнадежно ее назвать нельзя. Мы уже вытаскивали дольщиков обманутых. Это было в городе Щелково. Шесть лет назад там было 427 человек. Справились там на протяжении полутора-двух лет. Поэтому, я думаю, здесь справимся. Одним из главных инициаторов многосторонней встречи дольщиков с представителями власти и строителями выступала именно районная администрация. И, похоже, ее усилия принесут хорошие плоды. Здесь будет воплощено все то, что было в проекте. Это полноценное жилье со всей инфраструктурой социальной и со всеми, естественно, коммуникациями. Будущие жители сегодняшние дольщики, безусловно, пока еще с недоверием ко всему относятся. Но уверяю, что 30-го числа мы эти сомнения развеем, когда здесь будет работа техника и компания привлеченная, и компания подрядчика ГВСУ-центр, которая уже строила эти объекты. Решение проблемы в высоких жаворонках позволит снизить количество обманутых дольщиков в регионе еще на 700 человек. Всего же, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 2013 года их число в Подмосковье уменьшилось с 18 до 3 тысяч. Петр Горохов, Артем Ломонозов, телекомпания Одинцова.